Привет! Сегодня видео будет на польском языке. Как-то в комментариях вы просили больше польского. Объяснять все на польском как-то не очень целеобразно, поскольку смотрят разные уровни. У кого-то польский с нуля, у кого-то уже польские уровни B1 или B2, и даже, возможно, выше. Но я решила сделать вот такую рубрику. Будем слушать польские тексты. Текст я написала сама и старалась в него вписать как можно больше полезных, практичных слов. Перевода не будет. Это аудио-упражнение. Если хотите, пишите перевод в комментариях, спрашивайте непонятные совсем моменты. Но возле меня будут появляться слайды с наиболее полезными и практичными словами. Все эти слайды со временем публикуются на страничках «Польский по полочкам» в Facebook и Instagram. Присоединяйтесь, будем дружить. И скачивайте себе слайды, чтобы повторять. Вы на канале «Польский по полочкам» и с вами дипломированный преподаватель польского языка, Врамышина Татьяна. Польский по полочкам «Польский по полочкам» в доме «Полочкам» «Зимная и горожая вода», «Малая льдувка» и «Невелая кухня». Польский по полочкам там сон, więc удася ними поспрzątać. Курз, дети będą стераć zwyклым стерком. Едзения за собом не бьерон, бо koleжанка мамы, которая отпочивала в домку тыд день тому, powiedziała, что есть там добрый склеп споживший. Для этого мама сделала листы закупов и вложила ją до портфеля, чтобы ей не оставить в доме. Нацинь и стучку родители тоже не бьерон, потому что в доме над езиором есть гарнки, пательни, слоики, ножи, видельцы, лыжки и лыжечки, талеры, талерики и мясочки до зупы. Стоит даже тарка для овоков, хохля для компотов и диска. Одним словом, в доме есть все необходимые вещи для готовления и смажения. Мамуся не пакует до вализки много вещей, потому что в ладо, погода есть теплая и можно сказать, что даже есть упалня, поэтому одежь будет сшнуть szybко на солнце. Мама берет для каждого членка родины 1 джинсы, 1 куртки джинсовую, несколько подкосулков, 2 блузки с длинным рукавом, шорты и 1 теплый святерок 2 струй кумпелевый для себя и мальтки кумпелевые для детей. Пакует также для каждого капелусы, крем для опаления, большие рычки и окуляры противослонечные. Мама берет за задание заяньтеся самохотом, потому что они имеют много вещей и четырем человекам не удалось бы это все довести. Отец проверяет, если автомобиль есть правильный и что есть кости. Танкует тоже автомобиль газом и бензином. Пакует, если он имеет право езды и довод регистрационного автомобиля. Тата наводовал коморки, чтобы корыстить с навигацией. Берет на вакации również готовки, бо вещь, до которой яд он, есть мала и не всегда будет можно платить картон. Опрочь самохоту и готовки оцец не запомина также о своем хобби. Поэтому берет за собом вентки до ловения рыб. Джжовнице и татом. Пишите в комментариях, czy хотите еще такие фильмики. До свидания. Pa!